Как вы поняли из прошлых видео уроков, практически в каждом модуле платформы Wallfix есть возможность использовать различные фильтры. Давайте попробуем разобраться с этим более подробно и пробежимся по ним еще раз. Начнем с самого простого, с настройки фильтрации значения объема в Cluster Profile Professional. Для этого, как вы уже знаете, нажимаем правой кнопкой мыши на график и выбираем пункт Wall Limit. Здесь можно указать целых 4 значения. Эти лимиты позволяют определенным цветом выделить определенные значения объема. Например, я поставлю такие значения. Limit 1. 20 тысяч контрактов, и чтобы он окрашивался в голубой цвет. Limit 2. 30 тысяч контрактов, и чтобы он окрашивался в красный цвет. То есть тем самым я создаю некую градацию объемов по цветам. Кстати, значения не обязательно вводить по нарастающему, то есть в любом поле можно ввести любое значение. Нажимаем Apply, и видим, что на графике голубым и красным цветом закрасились кластеры, соответствующие нашим критериям. Для часового таймфрейма это значимые объемы, поэтому когда они появляются, я начинаю внимательно следить за рынком и реакцией цены на этот объем. Если мы помимо объема отображаем еще и значение дельты, выбрав соответствующий пункт в строчке Type, то после этого в контекстном меню, если мы нажмем правой кнопкой мыши по графику, появится пункт Delta Limit. Здесь по аналогии с объемом есть тоже возможность указывать фильтры, но уже применимые к самой дельте. Видите, тут даже можно устанавливать показания отдельно для Bid и Ask. Аналогично, если мы в типе данных выберем, например, Trades, то у нас будет возможность настроить лимиты по ним. Тут я бы хотел еще отметить установку фильтров для горизонтальной и вертикальной гистограммы. Это бывает полезно, когда необходимо увидеть либо область набора объема, либо точечный выброс объема на вертикальной шкале. Как обычно, нажимаем правую кнопку мыши и находим тут такие пункты, как P-Hist Left Limit, установка фильтров для левой гистограммы, P-Hist Right Limit, установка фильтров для правой гистограммы и T-Hist Wall Limit, фильтрация вертикальной шкалы. Давайте начнем с левой гистограммы, нажимаем на P-Hist Left Limit и вводим нужные значения. Я веду, например, 200 тысяч. Учтите, что для каждого таймфрейма свои показатели объема. Вот что получается. По аналогии с барчартом, слева стала другим цветом выделяться область наибольшего скопления объема, то есть зона максимального интереса покупателей и продавцов. Такая настройка позволяет быстро визуально увидеть такие плотности. Настроим теперь фильтры для вертикальной гистограммы. Выбираем в контекстном меню T-Hist Wall Limit и вводим сюда, например, 90 тысяч. Нажимаем Apply и теперь у нас внизу на вертикальной шкале столбики, превышающие показания в 90 тысяч, стали подсвечиваться. Такое выделение объема иногда дает очень хорошие подсказки. Упомяну также еще про один фильтр. Помните, мы поверх основного графика строили второстепенный, так вот на него тоже можно накладывать фильтрацию. Отвечает за это пункт TF2 Volume Limit. Теперь перейдем к следующему инструменту Box Chart. Так как этот инструмент часто сжимается-разжимается, то есть возможность указать цвета кластеров при виде сверху и при увеличенном масштабе. Например, если мы зайдем в Setup и Volume Limit укажем, например, Limit 1 3000, Back темно-красный, фонд красный и Limit 2 2500, Back темно-зеленый, фонд зеленый, нажмем применить, то на графике объемы больше 2500 и 3000 контрактов выделятся у нас цветом, который указан как фонд. Но если мы увеличим график, то увидим, что цвет фона немного изменится. Он станет таким, который мы указали в пункте Back. Это то, что касается настроек Volume Limit. Также в Box Chart есть возможность делать более специфическую настройку фильтров, что я, как правило, и использую. Сперва отключаем объемы Volume Limit. Для этого просто указываем в ячейках нулевые значения. Теперь в настройках переходим в Volume Fixing. Появляется уже знакомое нам с прошлых уроков окошко. Данная функция позволяет фиксировать суммарные значения объема по конкретной цене внутри определенного временного интервала. Например, мы хотим фиксировать объем, который появляется в первые 5 минут каждого часа. Для этого в первой строчке указываем 60-минутный интервал, период расчета 0.4. Обратите внимание, что я указал не 0.5, а 0.4, так как здесь первая минута имеет период 0. Соответственно, пятая минута имеет период 4. Указываем объем, например, 6000 контрактов, и цвет, которым хотим подсвечивать данный объем. Например, желтый. Нажимаем Apply. Мы видим, что желтым цветом выделился объем, который соответствует настройкам нашего фильтра. То есть здесь мы в Volume Fixing можем экспериментировать, выбирать разные таймфреймы и все эти фильтры настраивать. Так же, как и в модуле Cluster Professional, тут можно отслеживать крупные всплески объема и на вертикальной шкале. Делается это все по аналогии через ввод фильтров в T-Hist Wall Limit. Здесь, так же, как и везде, указываем лимиты, например, 5000 и 3000, цвета красный, зеленый, и нажимаем применить. Все гистограммы в диапазоне от 3 до 5000 контрактов за минуту окрасились в зеленый цвет. Все, что выше 5000 контрактов, в красный. Визуально становится намного проще следить за крупными всплесками объема. Все, с Box Chart разобрались, и теперь переходим к последнему инструменту, Bar Chart. Помним, что здесь есть засечки, которые в моем случае показывают максимальный объем бара. Если мы хотим, чтобы засечки, превышающие определенный объем, подкрашивались каким-то цветом, используем функцию Wall Limit и Max Volume Limit 1 и Limit 2. Например, указываем 200 и оставляем зеленый цвет. Нажимаем применить. Как видите, засечки у нас стали зеленого цвета. Поехали дальше. Здесь график изначально белый, но если мы хотим, чтобы таким цветом, то есть белым, выделялись только бары с определенным значением объема, то заходим в настройки Volume Limit и сначала поставим 0 в Max Volume Limit 1. А в Bar Volume Less указываем значение, например, 5000 контрактов. Цвет пусть будет красным. В таком случае бары, которые не соответствуют нашему критерию больше 5000 контрактов, будут окрашиваться в красный цвет. Нажимаем применить и мы видим, что участки, в которых объем превышает значение 5000 контрактов, стали видны более отчетливо. Лично я, как правило, использую именно вот такой фильтр. Ну и последнее, о чем бы я хотел рассказать, это фильтрация горизонтальной шкалы. Она производится аналогичным образом, как и в модуле Cluster Profile. Для этого заходим в настройки и выбираем пункт PayHist Volume Limit, а также выбираем лимиты. Я, как правило, указываю только один лимит, например, 1000 контрактов. Цвет пусть остается стандартным. Нажимаю Apply. Таким образом, при помощи функции фильтрации объема, мы стали видеть те области, в которых рынок накопил соответствующий объем, то есть объем больше 1000 контрактов. От этих зон можно уже отталкиваться при открытии или закрытии торговых позиций. Ну а на этом здесь все. Надеюсь, что информация оказалась для вас полезной. И увидимся с вами в следующем видеоуроке. Субтитры сделал DimaTorzok